Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Суббота без занятий. Все школы Алтайского края перейдут на пятидневку. Любишь кататься, люби ПЦР-тесты, сдавать новые правила въезда в страну для отдыхающих. Погонял на БТРе и пострелял из винтовки. Вовсе не исполнили мечту маленького барнаульца. Алтайские аграрии боятся потерять урожай из-за засухи. В регионе начали обсуждать введение режима ЧАЭС. В особой опасности сейчас находятся районы, расположенные на юго-западе Алтайского края Ключевский, Михайловский, Угловский. По данным Рубцовской инфо, Минсельхоз уже обсуждает введение режима ЧАЭС в ряде муниципалитетов. Представители хозяйств в таком случае смогут рассчитывать на различные отсрочки по выплатам кредитов, льготные займы, финансовую поддержку. Однако все эти вопросы обычно затягивают до последнего. И, как говорят сами аграрии, меры господдержки ощутят далеко не все. Например, сейчас в Ключевском районе не оценивают засуху как серьезную угрозу. Главной проблемой местные власти считают вредителей. Напомним, в прошлом году в большинстве районов края был введен режим ЧАЭС из-за засухи. Сибэнергомаш, Барнаульский котельный завод, вышел из кризиса. Объемы производства растут, у руководства предприятия есть идеи о том, как развиваться дальше. Об этом шла речь во время посещения предприятия губернатором края Виктором Томенко. Дмитрий Троздов продолжит. Сибэнергомаш. Пару лет назад предприятие пришлось признать банкротом. Тогда завод сработал с огромным минусом и показал убыток в 119 миллионов рублей. Новому руководству пришлось возвращать к жизни предприятия чуть ли не с ноля. Сегодня Сибэнергомаш показывает стабильный рост заказов на производимую продукцию. И таким образом сегодня контрактами завод обеспечен с хорошей глубиной аж до почти конца 2022 года, то есть следующего года. Поэтому большое влияние завод, конечно, оказывает с точки зрения формирования показателей роста, развития промышленности края. В планах у Сибэнергомаша выйти на рынок Кубы и, возможно, начать производить продукцию для атомных станций. Рост объема производства 60%. Четверть поставок идут на экспорт. Это Гвинея и Индия. Емкости рынка мы оцениваем достаточно позитивно. Несмотря на зеленый вектор развития энергетики, то, что мы умеем делать, мы делаем очень хорошо. И оно будет востребовано еще, думаю, не одно десятилетие. Главное сейчас найти правильного инвестора для профильного развития предприятия. Губернатор заверил, что будет оказывать всяческую поддержку в этом вопросе и в дальнейшем развитии предприятия. Ведь завод не только важный для края налогоплательщик, он предоставляет рабочие места. К слову, сейчас на предприятии трудится 800 человек. Кстати, о трудоустройстве и поддержке молодых специалистов в темпах роста заработной платы говорили и на пресс-конференции Виктора Томенко с журналистами региона. Было задано 30 вопросов самой разной направленности. Когда появится интернет в селах края, ждать ли нам четырехдневной рабочей недели и предвидится ли дистанционное обучение школьников в этом году? Отвечая на последний вопрос, Томенко заверил, что на данный момент об онлайн-обучении речи не идет. Школы готовы к приему детей. К тому же практически весь школьный персонал вакцинирован от ковид. Однако в целом темпы проведения прививочной кампании главу региона не радуют. Количество вакцинируемых в сутки, в день примерно выросло в два раза, в три почти раза от первоначальных наших значений. Но тем не менее, я думаю, что нам надо выходить на цифру более 10 тысяч человек в день. Надо выходить, пока мы на эти цифры не выходим. Но к этим цифрам необходимо стремиться, подчеркнул Томенко. Ведь только так возможно снизить печальную статистику вновь заболевших. К слову, по поручению губернатора будет изучен вопрос о создании дополнительных мощностей по производству медицинского кислорода в сутки. Порядка 20 тонн. При этом необходимо проработать вопрос о показании господдержки на создание нового производства. Сейчас недостающие объемы приходится закупать в других регионах и даже в Казахстане. Елена Кузовкина. День с толком. Скоро в Алтайском крае должна начаться вакцинация подростков от коронавируса. Сообщается, что проводить ее будут только добровольно. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что отсутствие прививки не будет поводом не пускать ребенка в школу. И вакцинировать, возможно, начнут после 20 сентября. Все это обусловлено естественной эпидобстановкой. В третью волну все чаще болеют дети. Подробнее в сюжете. Про вакцинацию детского населения. К сентября месяца мы ждем вакцину для подросткового нашего, подросткового контингента. Думаю, что, возможно, начнем при начале учебного года уже вакцинировать детей. И мы, в принципе, возлагаем надежды на вакцинацию, учитывая, что детское население составляет очень большой пласт населения. Думаю, что если мы хотя бы подростковый возраст привьем, то это уже создаст какую-то хорошую иммунную прослойку, которая даст возможность остановить распространение инфекции. Все школы Алтайского края перейдут на пятидневку к 2022 году. Об этом сообщил министр образования края Максим Костенко. В ведомстве пояснили, пятидневного режима учебы требуют новые образовательные стандарты. Сейчас в регионе половина школ учится с понедельника по пятницу, остальная половина выходит на занятия по субботам. Отмечается, что на пятидневку школы края должны перейти до 1 сентября 2022 года, то есть через один учебный год. И к другой теме. Принцип шаговой доступности больше не в приоритете. Барнаульские родители жалуются на то, что их детям отказывают в зачислении в школу по месту жительства. А вакантные места отдают детям прокуроров и судей. В чем причина такой несправедливости, выясняла наша съемочная группа. Пока еще за руку с мамой и в полной безопасности. Но уже с 1 сентября ходить за знаниями будущей первоклассницы Ариши придется одной. Школу возле дома ей не дали, несмотря на то, что заявление на зачисление по месту жительства мама девочке подала вовремя, еще в апреле. В комитете по образованию сослались на то, что мест нет. Сотрудникам комитета по образованию было предложено школа номер 31. Данная школа находится в двух километрах от места жительства. Учитывая наше одностороннее движение, ребенку бы приходилось ходить пешком в нее. Данный отрезок пути насчитывает только 7 пересечений дорог, дворы, гаражные кооперативы. Собственно, я посчитала эту дорогу небезопасной и отказала. В итоге зачислили в школу 53, но она тоже в полутора километрах от дома. Провожать и встречать каждый день ребенка возможностей нет. Алена работает, да и дочку воспитывает одна. Переживания за своего ребенка, как он добрался в школу и из школы. И не важно, первый класс это, третий, десятый. У меня один ребенок, и поэтому переживания будут в любом возрасте. В Комитете по образованию нам пояснили, что принцип шаговой доступности сегодня не в приоритете. В первую очередь рассматриваются заявления тех, которые имеют льготу первоочередного права. Затем рассматриваются заявления тех, кто имеет льготу преимущественного права. Это так называемые братья и сестры. И третье, это те дети, которые имеют регистрацию на закрепленной территории. Первая категория, это закон о полиции, закон о статусе военнослужащих и закон о социальных гарантиях и другим категориям. Адрес закреплен не за одной конкретной школой, а несколько школ за адресами закрепленных. Это общая федеральная, общероссийская практика. Поэтому те дети, которые не, так сказать, по двое в школу не могут пойти в настоящее время, в связи с тем, что есть укомплектованность, первоочередно приоритетная, плюс братья и сестры, и только потом уже те, кто закреплены по месту прописки. К сожалению, расстояние от места жительства до школы не регулируется никакими нормативными актами, пояснили нам эксперты. И добавили, что метод зачисления в школу на сегодняшний день крайне непрозрачен. Есть определенные категории детей, которые имеют приоритет при поступлении в школу. Ну, вот самые распространенные из них – это дети прокуроров, судей и так далее, на которых сейчас все грешат, что именно они якобы заняли все хорошие места в престижных школах. Мне кажется, все-таки их не так много, чтобы они могли существенно повлиять на количество мест в школе. А речь, проблема здесь именно в том, что расширяются жилые районы, а школы у нас катастрофически не хватает. А между тем, Алена не единственная, кто переживает за безопасность своего ребенка. В соцсетях родители тоже жалуются на то, что их детям не предоставили школу возле дома. И теперь каждый раз нужно будет либо провожать и встречать ребенка, либо постоянно переживать. На сегодняшний день в образовательном учреждении Барнаула зачислены 9,5 тысяч детей, 500 мест еще свободны. Самая сложная ситуация в индустриальном районе, где, как правило, и живут молодые семьи. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Бесплатное жилье, образование и медицина – то, к чему нужно стремиться России, так считает председатель Центрального комитета коммунистов России Максим Сурайкин, который сегодня провел первую пресс-конференцию в Барнауле. Встречу с журналистами посвятили нескольким темам, среди которых ликвидация коллекторских агентств, закрытие больниц. Сейчас, по мнению Максима Сурайкина, это главная проблема. Сегодня у нас ресурсы в сто раз больше, уж точнее, чем во время Великой Отечественной войны. И тогда в этих условиях строились больницы, сейчас они закрывались. Вот если бы не ковид, это во многом показуха, да, любой не начал строить. С воскресенья во всем мире стартует неделя, посвященная грудному вскармливанию. Казалось бы, все просто, но моя коллега Маргарита Гартунг выяснила, что существует даже несколько техник кормления – профессиональных и даже инновационных. Работу по грудному вскармливанию мы начинаем еще во время беременности. Еще один навык, который пригодится женщине после родов. В Барнаульском роддоме номер два будущим мамам буквально на пальцах показывают, как доносить пищу до младенца. Следующая позиция – кормление ребенка лежа. Мама лежит на боку, строго озорачивается прямо боком к ребеночку, чтобы грудь была как можно ближе к рту. Врачи говорят, только молоко матери питает организм ребенка и защищает его от инфекций. Оно содержит множество живых ингредиентов, включая стволовые клетки, лейкоциты, полезные бактерии, а также ферменты и гормоны. По словам врачей, в последнее время споров за или против грудного вскармливания ведется все меньше. Современные мамы понимают всю важность процесса. Родился у меня сыночек, назвали Артем. Кормим мы исключительно грудью. Грудное вскармливание, я вообще считаю, что это единственное, что в принципе должно быть у малыша. Потому что это его здоровье, это его иммунитет, это правильный рост и развитие. Поэтому мы только на грудном вскармливании. Кстати, методов грудного вскармливания целое множество. Для каждой женщины нужно буквально подобрать индивидуальный подход. Нина Заболотнева уже не первый год работает консультантом, а недавно даже стала автором собственной методики. Специально для женщин после кесарево сечения, когда нельзя вставать. Мы поднимаем, ставим большой палец прямо над соском. Четыре пальца ставятся прямо под ребра на уровне соска внизу. Поднимаем сосок в небо. И когда ребенок широко открывает рот, мы берем его и прямо надеваем на грудь. И большой палец вместе с соском проваливается внутрь. Но на самом деле это кажется очень легко и просто. На самом деле это не так просто, как всем даже вам кажется. Следующая семидневка по всему миру объявлена неделей грудного вскармливания. В Барнаульском роддоме номер два за все 83 года существования на свет появилось 230 тысяч маленьких барнаульцев. И почти все они скормлены именно грудным молоком. Маргарита Гартунг, Алексей Фризин. День с толком. На Алтае начался грибной сезон. Грибники делятся в соцсетях полными ведрами. У кого-то даже поднимается давление при виде грибов. Если вы тоже относитесь к клубу грибников или только собираетесь в него вступить, смотрите наш сюжет. С ножом и азартом по лесу. Нет, это не маньяк. Это грибник Алексей Янкин вышел на тихую охоту. У всех грибников региона наступили эти дни. Каждый день в сообществах жители края делятся своими уловами. Лисички, белый гриб, грузди. Я не знаю, с чем это связано. Но когда я выхожу из машины в лес, то у меня поднимается давление. Я прям это ощущаю. Я не понимаю, то ли от того, что по дороге я такой проехал, то ли от того, что во мне просыпается азарт, азарт такой охоты. Найти новый гриб, найти полянку грибов. Основное время, работа и так далее, это все находится в городе. И мы приезжаем на природу просто отдохнуть. А грибы – это как такой полезный бонус. Правда, биологи говорят, что в этом году лето в регионе не грибное. Помешали жара и сухость воздуха. Есть районы, которым повезло больше. Не случайно у нас в крае ученые выделяют то семь, то восемь природно-климатических зон, которые отличаются режимом тепла и влаги. Это, наверное, южные районы, юго-западные районы края. Это ленточные оборы, Волчихинский, Егорьевский район. Но Алексей все равно доволен сезоном. Недавно два раза ездил в Сосновый Бор и оба раза возвращался с полными ведрами. Несколько часов тихой охоты и потом еще до утра перебираешь. Килограммы грибов Алексей замораживает, готовит из них икру, добавляет в суп, картошку, раздает соседям. Если вы хотите найти грибы, хотя бы подпишитесь на какие-то городские сообщества. И там очень много людей собрано, которые могут вам дать совет, где найти эти грибы. Непонятно какие-то грибы, можете тоже их сфотографировать и прислать ребятам. Они тоже оценят, стоит собирать этот гриб или нет. Потом очень важный момент, это как не потеряться в лесу. Потому что ты заезжаешь в лес, поставил машину, даже если на возмышленности, то ты отошел на 100 метров и машину скрывают деревья. Обязательно делайте, как спортивные ориентировщики, какие-то заметки. Конечно, о своих любимых лесных полянках никто не расскажет. Но опытные грибеньки хотя бы подскажут примерное направление. И несмотря на то, что лето, по словам ученых, не выдалось грибным, попытать удачу в лесу все же можно. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком. А следующая новость для тех, кто еще может позволить себе ездить за границу. Теперь туристы должны предоставить результаты ПЦР-тестов на сайт Госуслуг в течение четырех дней. То есть Роспотребнадзор предоставил на эту процедуру еще один день. Напомним и другие правила путешествий. Если вы привиты спутником ВИД, то из европейских стран вы можете свободно отправиться в Венгрию. Но в Словакии в этом случае все равно придется сдать тест на ковид. Эта же вакцина гарантирует въезд без ПЦР-теста и без карантина в 16 стран. Среди них Болгария, Грузия, Египет, Черногория. Восьмилетний житель Барнаула погонял на БТРе и пострелял из винтовки. Такую возможность маленькому Мише, который пережил несколько операций по удалению опухоли головного мозга, подарил социальный проект «Мехутка» совместно с Алтайским Уфсином. Подробнее об исполнении заветной мечты удивительного ребенка смотрите далее. Привет. Привет. Давно тебя не видел, малой. Раду тебя видеть в гостях. Держи руку. Пошли. Такого восьмилетний Миша не ожидал. «Мехутка» из спецназа – это отряд особого назначения «Легион». Несколько лет ребенок мечтал увидеть военную технику, погонять на БТР. И такой подарок получил накануне дня рождения. У Миши опухоль головного мозга. Мальчик принес две операции. Сейчас восстанавливается. В свои неполные девять в резкие повороты входил четко и уверенно. «Я чувствовал себя военным. Чувствовал, что кто-то за нами едет и хочет подорвать. Страшновато было чуть-чуть. Ты едешь и перелазишь, там тебе говорят, перелазишь туда-сюда». Помимо военной техники Миша подержал и даже пострелял из боевого оружия. Патроны, конечно, холостые. Мехутка в целости и сохранности. Кстати, мальчик подержал в руках не только снайперскую винтовку, но и по звуку гранатомет – знаменитый калаш. Последний приглянулся будущему военному больше всего. «Позитив не только малышам, но и нам, сотрудникам, видеть счастье в глазах. Видели, как ребенок был рад с самого начала встречи с Мехуткой до того, как мы катались на БТРе. Он сидел за настоящим рулем, подрогал настоящее вооружение, пострелял. То есть мальчик, ну, цветет». Как только представится возможность, мама Миши София запишет сына в несколько спортивных секций. На рукопашный бой и футбол. Ну, а сам мальчик после сегодняшних эмоций уверен, что когда вырастет, станет военным и тоже будет исполнять детские мечты, как сегодня исполнили его. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды – спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.